Валентина Чубан и звукооператор Любовь Корнеева. В нашей студии глава села Тамай Фёдор Топча. Фёдор Фёдорович, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. Для начала хочу спросить, как вы, как ваше здоровье, как ваше настроение сегодня? Спасибо большое. Здоровье хорошее, настроение хорошее. Всё хорошо. Это здорово. Значит, на оптимизме продолжаете работать во благо села и жителей населённого пункта. Скажите, Фёдор Фёдорович, чем сегодня живёт село Тамай и решением каких вопросов заняты вы лично и ваши коллеги? Да. Тамай, как и все населённые пункты автономии, в этом году немножко переживает. Такое стрессовое состояние из-за того, что немножко с финансовыми у нас возможностями чуть-чуть меньше, чем было в прошлые годы. Мы привыкли на широкую ногу работать. В этом году нам пришлось немножечко сократить свои аппетиты, искать новые приоритеты, возможности. Но, тем не менее, село потихонечку продолжает по плану своему развиваться и, естественно, делаем то, что самое сейчас необходимое. Есть у нас проблемные улицы, которые мы делаем, есть улицы, которые мы завершили ремонтом. Конечно, впереди у нас ещё задача небольшой тротуар сделать, завершить уже по улице Ленина. И, естественно, по мере поступления своих финансовых средств мы будем так же самое решать те вопросы, те острые проблемы, которые прямо на сегодняшний день необходимы. Вы говорите, Фёдор Фёдорович, что из-за того, что финансы, так скажем, поют романсы, к сожалению, из-за пандемии. Иначе приходится расставлять приоритеты, но, тем не менее, уделяйте внимание и дорогам тоже. Скажите, Фёдор Фёдорович, бюджет на 2021 год села Тамай, он какой? И как сильно он отличается от бюджета, который был в прошлом году? Ну, сам бюджет села Тамай в этом году располагает около 9 миллионов миллиев. В отличие от прошлогоднего, практически он не отличается. Естественно, мы в прошлом году, имея бюджет 8 миллионов, мы имели дополнительно поступление трансфертов и контрибуции. Это поднял у нас бюджет почти на еще 1,5 миллиона. Но в этом году, естественно, программы капитальных инвестиций и контрибуции, эта программа в этом году не ожидается. Поэтому мы на нее не рассчитываем. Из-за этого и наш бюджет будет где-то на миллион меньше. Но, тем не менее, мы в этом году предприняли меры поднять бюджет свой за счет продажи земли. Мы продали кусок земли на 4 гектара, где 324 тысячи на этом заработали. И сдали в аренду земельный участок 19 гектаров под солнечные батареи, установку, на котором мы тоже предполагаем до конца года, это за полгода, где-то около 300 тысяч, пополнить тоже бюджет. И за счет этих денег что-то еще успеть сделать. А о проекте, который реализует в Тамай инвестор, еще поговорим. Но вот меня интересует вопрос, связанный с продажей земли. Вы сказали 4 гектара, да? Это решение было принято, понятно, что вами и местным советом. Но чем оно вызвано, Федор Федорович? Только ли финансовым положением? Дело в том, что к нам... Не часто при море продают землю. У нас был кусок земельного участка около 3,8 гектаров земли. К нам вышел с предложением местный житель Топча Николаевич, Топча Виктор Николаевич, который захотел, предложил вариант сделать детский реабилитационный центр, типа база отдыха для детей, семьями. Он предложил очень интересный вариант. Местные советники сначала, конечно, упирались, не хотели продавать эту землю. Но в итоге мы передали ему в аренду. Но когда он начал свои строительные работы, он столкнулся кое-какими бюрократическими моментами, где нельзя было, имея арендные отношения, арендный договор, сделать все, что он задумал. Естественно, он вышел на местный совет с предложением, чтобы ему реализовать эту землю. И, естественно, местный совет, учитывая реалии этого года, что и деньги нужны, пошли к нему на встречу и продали этот земельный участок под строительство лагеря. Значит, этот участок, он находится в непосредственной близости к самому населенному пункту, правильно понимаете? Он находится не совсем рядом. Это где-то в пределах около километра 2-3 до села. Но там был наш, был прежде там детский пионерский лагерь, как говорили мы раньше, да, детский лагерь был. Ну, в связи с развалом Советского Союза этот лагерь не смогли сохранить. Его практически разобрали, растаскали, распродали. Я-то не знаю, в те времена, что было. Но на месте этого лагеря остался такой заброшенный пустырь с полустройками, с развалинами. Поэтому она была как бы неугодная земля ни под что другое, как там можно было бы только вот этот вот лагерь возобновить и построить. Земля продана, но, тем не менее, вы убеждены, что проект, который был задуман, он в итоге будет реализован, да, Федор Федорович? Мы думаем, что этот проект будет реализован. Почему? Потому что инвестор уже сделал определенное строительство, зарегистрировал за собой уже собственность недостроенную. Поэтому, конечно, мы уверены, что этот проект, он будет реализован и будет, в конечном счете, приносить пользу не только детям села или жителям села, но и, наверное, и остальным детям по Гоковызи и, может быть, даже по Республике. — Федор Федорович, учитывая сложную экономическую ситуацию в целом в стране и в регионе, многие примары жалуются на то, что они, села и города, недополучили определенную сумму из бюджета автономии. Таммай, как обстоят дела с этим вопросом? Таммай тоже имеет в этом отношении проблемы в том, что в прошлом году бюджет автономии нам задолжал около полумиллиона леев, которые по трансферам. Самим трансферам и миллион восемьдесят тысяч леев – это недополученные средства на капитальные инвестиции и на возмещение контрибуций. И в итоге Таммай имеет на сегодняшний день задолженность исполнительного комитета около полтора миллиона леев. — Это несет за собой определенные сложности, да? — Да, это несет не только определенные сложности, это несет очень большие сложности. У нас на сегодняшний день очень большие проблемы с расчетами компаний, которые в прошлом году выиграли тендер и сделали определенную часть работ. Это касательно очень серьезной проблемы. Это территория нашего лицея, мы ее разобрали, компания разобрала, установила бордюры, разложила щебень и на этом остановила все работы из-за того, что мы не смогли с ними рассчитаться. И на сегодняшний день объект заморожен, и подрядчик ждет, когда мы с ним рассчитаемся первым траншем, там триста восемьдесят тысяч леев. И будет дальше продолжить, потому что скоро первое сентября, и очень не хотелось бы, чтобы мы первого сентября опять детям линейку, первый звонок, чтобы мы думали, где его провести. Последний звонок мы провели практически на задворках, далеко от центрального хода, потому что центральный ход, он полностью весь разобранный. Поэтому очень надеюсь, что в ближайшее время поступят средства, мы возвратим нашего подрядчика на объект, и он завершит его к первому сентября. Ну какие вообще делаете прогнозы? И, кстати, подрядная организация, это жители Гагаузии, либо нет? Это подрядная организация, у нас фирма отсюда, Скамрад. То есть они в какой-то степени могут с пониманием отнестись к этой сложности финансовой? Да, нашему счастью, они как бы терпели настолько времени, хотя с их стороны были угрозы передать материалы в суд. Они имеют на это законное право, наверняка, потому как есть определенные сроки. Да, от другого подрядчика, то, что мы связаны с возмещением фонда контрибуции, мы уже получили претензионное письмо предсудебное. Если мы в определенные сроки не рассчитаемся, он подает на нас суд с оплатой всех издержек судебных. Это какой проект, Федор Федорович? Это он взаимосвязан, мы внедряли в проект селе через программу Коммунита Тимя, это обустройство или строительство дороги улицы Советская с тротуаром. И часть, значит, контрибуции, которые мы должны были вложить в этот проект, это как бы наше финансирование. Согласно соглашению этого проекта, значит, подрядная организация и сам фонд выполняют работы раздельно. Они за счет своих денег фонда делают часть работы, а премарея вторую часть работы будет делать за свои деньги, это за счет контрибуции. Естественно, фонд свои работы закончил, подрядная организация тоже, в смысле, наша часть контрибуции, которая должна быть выплачена той организации, она тоже комрадская, кстати, у меня две организации, они комрадские, имеем задолженность 400-2000, и до сих пор вот мы с ними не рассчитались, хотя человек работу закончил, сдал полностью, работы сданы, но расчетов пока мы с ними не сделали. Естественно, подрядная организация, они тоже стали в таком нехорошем положении, потому что почти все премареи не могут рассчитаться, они имеют тоже большие долги, кредиты взяли, и не могут рассчитаться с кредитами, поэтому получается такая цепочка, как и замкнутый круг. Не мы им, и они не могут, и, в общем, остановилось все вот на этом уровне. Вы не рассматриваете кредиты, да, Федор Федорович? Чтобы получить возможность рассчитаться с подрядной организацией? Есть возможность кредитов, но, понимаете, это как, я так думаю, это будет как тришкин кафта, знаете, взять из одного места, залатать, а откроется это следующее место, поэтому мы пока рассчитываем... Причем с пароцентами. Да, мы пока рассчитываем на свои силы и надеемся, что очень скором в будущем мы получим эти средства, которые нам задолжали, и мы сможем закрыть без кредита наши долги. Как отвечает исполком на эти вопросы относительно перечислений этих средств? Вы знаете, вопрос, долго, долго было, долго принимался бюджет в этом году, рассматривался, принимался. В конце концов, когда бюджет приняли, как приняли, естественно, для нас всех примарей, самым больным местом в этом бюджете, это то, что приняли бюджет, нас не спросив, не посоветовавшись, и получилось, что на самые больные точки, скажем, самые такие чувственные, они пострадали. Это уличное освещение, это пожарные посты наши, и, соответственно, и, ну, хоть и мало, там, 6 тысяч, ну, как бы урезали питание детей в детском саду. И вот, учитывая вот эти реалии, нам нужно было привести в соответствие бюджета, корреляцию сделать, но, обсуждая этот вопрос советниками, как-то мы сразу как в шоке, мы не знали, как быть, как поступить, как решить вопрос с уличным освещением. Мы довольно-таки очень большие расходы потратили на освещение села. У нас практически каждая улица освещена, мы практически начали по основным артериям села устанавливать, установили уже уличные эти фонари на каждый столб. Естественно, расходы, рассчитывая на эту программу, расходы значительно выросли. И вот сейчас, на сегодняшний день, практически выхода нет, это приходится сейчас готовое освещенное село где-то, где-то или частично освещать, или вообще не освещать, потому что, рассчитывая деньги до конца года, мы так видим, что у нас средств не совсем хватает. Поэтому на заседании местного совета решили пока этот вопрос отложить корреляцией, чтобы подумать, придумать варианты, как можно выйти с этого положения. Естественно, пока мы не сделали уменьшение своего бюджета в соответствии с гагаузским бюджетом, естественно, программы перестали работать. Они нам просто-напросто не открывали доступ к программу СИМ, КАФ, и из-за этого мы не могли ни посадки планов делать, это был тоже какой-то определенный период, какое-то такое тоже торможение, потому что мы не могли никаких перемещений делать. Естественно, рассчитывать на какие-то поступления от исполкома тоже мы не могли иметь возможности, потому что это все было взаимосвязано. Поэтому, учитывая эти все реалии, буквально пятницу мы собрали, не пятницу, а четверг мы собрали неочередное заседание местного совета, на котором нам пришлось все-таки пойти на эту корреляцию. Мы снизили наши показатели в соответствии с бюджетом гагаузии, и, не знаю, документы передали управлению финансов, теперь мы ждем реакцию уже управления финансов. Но пока в темное время суток село освещено, в какое время примерно включается освещение и выключается? Как бы если можно как-то отрегулировать это время, чтобы сэкономить? Наверняка и такой вариант рассматривался. Да, вот мы тоже это все рассматривали мы на местном совете, и мы пришли к мнению, что до конца года, пока не появится финансирование уличного освещения, программы не возобновится работа, мы будем освещать село с 10 до 2 часов ночи. Дальше, конечно, будут увеличиваться ночи, мы будем как-то выходить с положения, может быть, какие-то дополнительные поступления наши нас спасут, но это будет покажет время. Пока мы решили с 10 до 2 утра. Но все-таки надеетесь на возобновление финансирования этих социальных программ? Я думаю, что эти программы должны быть восстановлены однозначно, потому что ни одна примария сегодня, да, и нам говорят, да, и в законе написано, что, да, органы местного уличного управления, они отвечают за уличное освещение, отвечают за пожарные посты, это понятно. Но, имея тот скудный бюджет, в котором мы находимся, конечно, мы не рассчитаны на вот эти вот программы. Поэтому та программа, которая была, освещенный населенный пункт, и то, что выделяли средства на пожарные машины, это очень была хорошая программа, это было хорошее подспорье для нас в примарии, почему? Потому что мы очень себя, как бы, уверенно чувствовали, что основные две ключевые проблемы, они, как бы, решаются с помощью, скажем, регионального бюджета, а наши основные другие средства, которые мы имеем, свои доходы, мы их направляли на решение других насущных проблем населения. — Как жители вашего населенного пункта отреагировали на прекращение финансирования программы «Здоровое поколение», Федор Федорович? — Ну, вы знаете, честно сказать, пока еще реакции такой особой нет, почему? Потому что... — Пока летний период, да. — Летний период, да. Это было как раз, бюджет попринимался как раз накануне завершения учебного года, поэтому пока этого люди, как бы, физически не почувствовали, где-то, может быть, возмущение есть, но не так оно, как бы, проявляется. Мне кажется, что оно проявится, когда начнется уже учебный год и начнут кормить детей, там уже это, наверное, проявится, и там, наверное, будут какие-то уже возмущения родителей. Почему? Потому что мы быстро привыкаем к хорошему. Это была очень хорошая тоже программа, почему? Потому что столько времени... — И к хорошему, и к необходимому. Это в любом случае такое подспорье для каждой семьи. — Да. И подспорье, и здоровье все-таки детей. Если ребенок утром не успел позавтракать, и целый день будет голодный, что с ним будет через год-два? И хорошая программа была, была показательная для всей республики. К нам приезжали... У нас был форум примаров Молдовы, и они очень были удивлены на эти занадки наши программы. Они хлопали в ладоши, очень были рады, что у нас вот такие программы есть, и они очень нужны, они тоже подчеркивали. Но у них, к сожалению, такой возможности нет, чтобы эти программы вести. А вот так получилось, что после этого форума у нас закрылись эти программы, и мы оказались как бы с ними на одном уровне. Хотя мы должны идти вперед, я так думаю. — Должны, и будем надеяться, что будем идти вперед. Скажите, Федор Федорович, какие условия созданы для дошколят в детском саду? У вас, по-моему, детский сад и филиал детского сада, если я не ошибаюсь. Был ремонт произведен у вас капитальный, и теперь какие условия для деток? — Я, если сказать честно, я очень горжусь тем, что нам все-таки удалось разрешить в основном все проблемы в детском саду. Нам удалось поменять и крышу, утеплить помещение, поменять отопительную систему, освещение, и сделать капитальный ремонт внутри, обновить всю мебель с нуля у нас, все теперь обновить кухню. И самое, что было такое проблемное и кричащее, это ограждение детского сада до сих пор. И у нас там, как всегда, эти сетки лежали на земле, где-то там под ними, собак много было, это было опасно для детей. И вот очень рад, что это нам получилось в этом году тоже это ограждение детского сада завершить. — Само расположение там несколько отличается. — Да, оно внутри огородов, да, и со всех сторон, знаете, если живут дома, то этих домах нет, да нет, в каждом где-то есть что-то такое для детей опасное. Поэтому, благодаря тому, что это было как бы началом, импульсом того, что начать эти работы, когда нам выделили резервную пшеницу, местный совет принял решение, эту пшеницу передать ассоциации родителей и педагогов детского сада для ограждения детского сада. И, естественно, этих средств было не так много, это 80 тысяч. Мы решили за счет бюджета еще добавить туда 200 с чем-то тысяч, закупили все, что внутренне. И сейчас загородили его профилем, евросеткой. — Теперь не только безопасно, но и уютно, да? — Уютно и очень даже получилось хорошо. Теперь в детском саду у нас осталась как бы тоже проблема, это оборудовать детской игровой площадки. Это мы уже дошли к этому. Территория у нас полностью постелена брусчаткой. И теперь осталось нам только сделать веранды новые обновить и сделать уже современные игровые детские площадки. И тогда уже в детском саду как будто бы вообще проблем никаких нет. Только обеспечить детям питание, комфортные условия и развивающие какие-то другие действия, игры. Очень хороший коллектив в детском саду работает, заведующая. Очень такая беспокойная и всегда старается, чтобы там был порядок и чтобы детский сад всегда развивался чем-то новым. — Федор Федорович, новая кровля, утеплили здание детского сада и заменили отопительную систему. Насколько это все положительно сказывается на микроклимате в самих группах в зимний период года? И насколько это все экономичнее в плане отопления? — Я примаром уже с 2011 года, и все те родители, которые в тот день или в те годы вели детей в садик, они очень прекрасно помнят. И я помню, как мне было стыдно заходить в этот сад, когда мне родители задавали вопрос, и показывая на стены, там эта синяя плесень на половину стен. Знаете, это очень неприятная ситуация была. И в то время, конечно же, я поставил перед собой задачу, чтобы исключить вот это все негативное, потому что это все здоровье детей. И слава богу, нам удалось где-то за счет собственных средств, где-то за счет капитальных инвестиций, вот и за счет программ через фонд энергоэффективности, мы смогли все-таки вот этот ремонт сделать. И в итоге, вы знаете, у нас сейчас ни в одной группе никакой плесени, у нас везде чистота, порядок, и тепло, и уютно. Мы экономим, очень большие экономии делаем на расходе газа, потому что мы через фонд энергоэффективность перешли на котли на твердом топливе. За счет этого, знаете, у меня раньше расходы по газу, по детскому саду было 100-110 тысяч в год в ленте. Сейчас мы где-то 35-40 тысяч лет тратим. Это очень большая, существенная экономия, которая нам и позволила очень многие вещи решить своими силами по детскому саду. Потому что немало, 60 тысяч сегодня это тоже деньги, и немножко добавляя от бюджета, вот мы сможем где-то поменять, смогли где-то поменять мебель, где-то поменять ковры, где-то поменять посуду. В общем, на сегодняшний день, вот я даже рад, что нет такого пункта запроса детского сада к нам в адрес примара, примарии, об разрешении каких-то проблем. Мы сказали, что, знаете, у нас нет возможности, мы не будем, или давайте завтра. Мы тут же немедленно эти проблемы решаем. Сейчас вот буквально проходит тендер по питанию. Вы знаете, я очень тоже рад, что мы дошли до того, что у нас уже в спецификации нам уже заявка дают, кунжуты дают, дают там экзотическое такое, что я уже, я многих и не слышал названий, что там уже. Ну, к этим надо собрать. То, что не характерно было до сих пор, да, в перечне продуктов. Да, и мы уже, да, и мы уже вот, уже даже не на это, несмотря, что есть такие названия, даже о которых мы не слышали, но мы все равно их ищем, находим и доставляем детям, чтобы пусть у них будет полноценное питание, полноценные калории, и, естественно, это здоровье, будущее их нет. В летний период детский сад функционирует? Да, в этом году мы немножко видоизменили график работы детского сада. Если мы, раньше мы практиковали отпускать всех в одновременного отпуска, в этом и в прошлом, и в позапрошлом году, в прошлом году мы из-за пандемии не работали, вы знаете, а в позапрошлом году мы попробовали, чтобы садик не работал круглый год. Но, знаете, все-таки пришли мы к выводу, что это неэффектно. Во-первых, летом сокращается количество детей в садике. Думали создать дежурную группу. Создать дежурную группу, это надо все равно содержать полный аппарат, начиная от медсестры, поваров, завхоза и той же заведующей. Это для одной группы, это надо содержать полностью аппарат, чтобы полноценно работал детский садик. Поэтому мы провели родительские собрания в каждой группе. Мы планомерно, до отпусков мы эту работу проделали, посоветовали с родителями, кто имеет возможность детей дома держать, кто не имеет держать. И оказалось в итоге, что со всего садика 10 родителей, оба работают, детей некуда девать. Это такая проблема. Мы решили эту проблему через детский садик в Херпунте. Договорились заведующие, что наших 10 детей она сможет принять. Она сказала, да, я смогу. Мы обеспечили детей транспортом, дали автобус, который утром привозит в садик, вечером забирает. Мы это сделали чисто из-за того, что мы создали неудобства этим родителям, чтобы минимизировать эти неудобства. Один дежурный родитель утром возит, вечером привозит. И они так вот чередуясь, меняясь, они подвозят детей в садик и оттуда обратно. И мы таким образом решили эту временную проблему. У нас садик откроется 8 августа. Мы 8 августа примем уже всех детей, как принимали раньше. Каждый день кто-то сопровождает деток. Да, каждый день. Они сделали график, сами себе сделали график. И знают они, какой день, когда выходить. Удобно. Утром забирают, вечером привозят. И они практически не почувствовали той разницы, которая была бы, если бы они сами научились кто-то добираться своим ходом. Это опять-таки вышли предложения от родителей. Мы это все поняли, взяли на себя эти обязательства. На местном совете утвердили эти расходы. И слава богу, что вот этот вот период, он прошел как бы более-менее. Но 8 августа уже открытие, возобновите работу. Сколько деток посещает детский сад? У нас 170 детей было в прошлом году. Что в этом году будет, посмотрим на 8 августа. Набираете малышей. Полный набор будет с 8 августа. Федор Федорович, осенью прошлого года стало известно о том, что инвестор установит в Томае солнечные панели. На какой стадии реализация данного проекта? Также Вы, я знаю, что предоставляли земли в аренду. Вы уже сказали об этом в начале программы. Да, мы, значит, предоставили в аренду 19,8 гектаров земли. Это неудобные земли, непродуктивные. И под строительство установку панелей для выработки солнечной энергии. Да, мы полностью процедуру передачи в аренду выполнили согласно закону. Было объявление о проведении аукциона. Аукцион прошел, выиграла компания Solar System. Впереди еще слово забыла английское. Да, и, значит, она выиграла этот аукцион. Значит, поэтому по нашим условиям и по условиям догора, которые мы составили, значит, у нас, значит, получается арендная плата 560 тысяч в год. Кроме того, мы договорились, что эта организация, она будет обеспечивать все социальные объекты нашего села бесплатным электроэнергией. Это лицей, это центр здоровья, это детский сад, само здание примарий. И самое, что сейчас на данный момент важно, это и все уличное освещение. И тогда, значит, мы с ними это все взаимно закрепили в контракте. Ну, сейчас вот буквально предприятие нам оплатило аренду на 4 месяца вперед. Это истекает срок уже оплаченного периода где-то к концу августа. Но пока никаких движений в этом направлении подрядчиков, то есть инвестор не делает. На мои вопросы они занимаются изыскательскими работами, проектно-изыскательскими работами. Скорее всего, они продолжат, но пока, наверное, на стадии проектирования у них все эти вопросы. Решаются вопросы с документами. Но если все удастся, все будут установлены, эти солнечные панели, вы сказали о том, что 560 тысяч в год это аренда за земли, которые примария предоставила инвестору, плюс обеспечение электроэнергией госучреждений. В целом, сколько экономии будет, Федор Федорович? Ну, скажем, экономия по расходам электроэнергии по учреждениям где-то приблизительно около 235 тысяч леев. В месяц? Нет, это в год. В год? Это хорошая цифра, хороший договор, я считаю. И дай Бог, чтобы инвестор только сделал то, что он задумал, установил панели и дальше, чтобы он начал работать. Ну, еще и плюс дополнительные рабочие места в 30 человек. Это будет. Спасибо. Ну, в любом случае, если высвободятся какие-то финансовые средства, вы сможете решить другие проблемы населенного пункта? Да. Если у нас освободятся, то, конечно, есть много еще проблем нерешенных. Будем вместе с сельским советом направлять эти средства по приоритету, по плану работы. Скажите, Федор Федорович, какую поддержку оказывает малоимущим семьям, многодетным и одиноким пенсионерам? Ну, у нас в этом направлении у нас есть два социальных работника, которые у нас практически обеспечивают уходом одиноких бабушек и дедушек, которые по природе не имеют своих детей. Таковых на сегодняшний день у нас осталось 15 человек. Сейчас мы будем добирать еще, у нас уже есть контингент, который требует тоже этой услуги. Естественно, в общем, в масштабах села мы, значит, для пожилых людей оказываем определенное внимание. Сейчас вот юбилярам, кому в этом году 80-90 лет, оказана материальная помощь по тысячу леев. Будем их навещать буквально на этой неделе и будем их поздравлять. Потом мы, значит, оказываем внимание нашим инвалидам с детства. Им тоже мы выделяем определенные суммы денег. Затем по решению совета мы определили, что день пожилого человека наступает. У нас около 270 жителей села, которые старше 70 лет. У нас уже село, в общем, старожильное такое, вот скажем. Есть много у нас людей старшего поколения. И им мы думаем, как сделать, значит, или мы им закажем ресторан, куда приглашаем всех наших бабушек, дедушек, и они там встречаются, общаются, им это очень нравится. Или другой вариант, если будет ситуация с возможностями или невозможностями в связи с нынешней ситуацией по здоровью, значит, будем им раздавать по 150 леев каждому. Посильная помощь, да, сколько можно. Мы всем нашим пожилым и, как бы, людям, которые нуждающиеся, мы им обязательно каждый год обеспечиваем их дровами. Дровами по два складометра, по 150 леев за складометр, символическая цена, но обеспечиваем их дровами, обеспечиваем их материальной помощью по заявлению, когда они, есть такие моменты, когда сильно-сильно надо, мы, конечно, со своего бюджета выделяем определенные суммы денег на их содержание тоже. Вы сказали о том, что много представителей старшего поколения, но сколько у вас многодетных семей, Федор Федорович? Многодетных семей у нас 6 семей, это 5 и выше, скажем, 6 семей. Так, по 4 у нас больше, это 7 и 10. Но 3 и более, там где-то 47 семей. Но детки есть, и детки должны где-то проводить свое свободное время. Созданы условия для этого? Вы знаете, деткам, если раньше не было даже ни одного уголка, то теперь у нас появилась возможность, где детям отдохнуть. Самое интересное, что вот, скажем, можно сказать даже, что может быть такое показательное, что люди сейчас у нас сами выявляют для себя места в своих районах, микрорайонах, да, где можно было бы разместить какие-то площадки для досуга детей. Но это не только найти площадку, да. Мы объявили партиципативное бюджетирование, в котором предусматривалось, ну, мы являемся как бы донорами, примаря является донорами, люди пишут свои микропроекты в каждом своем районе, и получилось так, что мы выделяем 15 тысяч леев, там люди свои контрибуции, либо трудом своим, и вот таким образом мы получили 7 проектов. Из 7 проектов 5 чисто детские площадки. Если на сегодняшний день, вот если попасть домой, то вы найдете вот таких уже 3 площадки, которые уже начали работать именно по этой программе, и на тех пустырях, где был травостой и, можно сказать, некрасивое место, сейчас они облагоражены и выровнены, и сейчас устанавливаются там игровые снаряды и все остальное, причем в этом участвуют и дети из малого, и до бабушек, дедушек. И все там дружно работают с каждым днем, кто красит, кто убирает, кто там, кто другое. И на 28 августа у нас храм села, мы назначили, будем потом ходить по, типа как монетизировать, да, будем ходить по этим площадкам и будем опять-таки оценивать самую лучшую площадку. И их, наших этих площадок по селу станет на 4 больше. Вы готовы поддерживать вот таких вот инициативных жителей, да? Это, знаете, не только поддерживать, их надо на руках носить. Это, знаете, какая помощь при море и селу, это люди сами. Но самое главное, что когда люди хотят, вот они действительно нужное дело предлагают, чего им не хватает. Не то, что мы там подумали, ай, для красоты давайте скамеечку покрасим и поставим. Нет, люди хотят, чтобы там было вот так, вот так, как им удобно, как им выгодно, вот они так и предлагают и пишут определенный проект, на котором они расписывают все плюсы и минусы. И мы, конечно, оценочная комиссия, мы сидели, долго обсуждали этот проект, он отвечает интересам, не отвечает интересам, возможно, невозможно. И в итоге мы пришли, что все семь, хотя нам хватило денег только на три проекта, потому что было по 15 тысяч, выделено было 50 тысяч на это бюджетирование. Но проекта всем. Естественно, оценочная комиссия не хотела ни один проект отставить в сторону, и лишь вышли мы с предложением на местный совет. Местный совет выделил еще 50 тысяч. И мы закрыли все семь проектов. Сейчас будет их внедрение, проверим на 28 августа, у кого что получилось. Значит, на будущий год эту статью расходов увеличите наверняка. Мы думаем, что да, уже будет 100 точно. Но это на самом деле удобно, Федор Федорович. У вас в центре села есть парк, уютный, красивый, на мой взгляд, но не у всех есть возможность приходить сюда, в микрорайоне. Да, мы стараемся, чтобы расставить их по селу. Почему? Потому что все-таки везти детей на дорогу. У нас села большое, 4 километра длиной. Если даже посередине 2 километра сюда, 2 километра сюда. Все-таки это накладно и тяжело, если нет транспорта, идти туда. Поэтому мы приближаем вот эти места именно до потребителей. Дерник Кюшеси. Вот я вычитала в интернете, пока готовилась к нашей с вами программе. Это один из таких проектов, правильно? Это, он часть этих проектов. Часть, да? Ну, интересно, что название Гоговское, и оно такое, исконно Гоговское, Дерник. Сегодня не часто его слышишь. Дело в том, что именно вот этот вот Дерник Кюшеси, это была задумка очень интересная. Она расположилась именно на таком месте, куда даже не просто пройти, туда заходить было страшно. Потому что там пустырь был заброшенный, там старая наша нижняя школа, она давно заброшена, и вот вокруг этой школы что-то творилось, просто страх и ужас. Естественно, люди захотели там сделать, во-первых, чтобы хотя бы пройти можно было. Люди своими силами, эта улица, там очень организованная такая улица, очень такие инициативные люди, и сами собрались. Они работали, наверное, месяца 2-3, вот постоянно не отходя от этого участка. Построили дорожку сначала, хорошую, красивую дорожку из бетонных бордюров, приспособили их, и там сейчас получилась бронированная дорога такая. Плюс сделали водоотводные лотки. Потом, когда они это все сделали, люди говорят, ну, тут уже можно что-то сделать, может, посадим какие-то цветочки, какие-то, может быть, деревья посадим. А потом появилась идея сделать место отдыха не только для детей, но и для взрослых. И поэтому его назвали Дерник Пишесе, потому что он, как раз, находится на углу. И по программе, даже не программа, это у нас МИГа Гаускарфа, местная инициативная группа, она написала проект, этот МИГ, что мы хотим в рамках этого МИГа выиграть проект именно обустройство вот этого Дерник Пишесе. И в рамках этого проекта нам удалось построить там домик с навесом, установить там стол, скамейки для игры детей, и ограждение с дерева, вырезной подгагаузский стиль. Там практически все мы делали подгагаузский стиль. Сейчас, естественно, единственное, что меня огорчает, работу сделали, но вот люди немножко должны относиться, как это наши всех, и не только одного человека. И очень хотелось бы, даже пользуясь эфиром, просить людей, просто чтобы немножко берегли, у нас не ломают, это уже давно ушло. Просто мусорят, оставляют этот мусор, и он в неприглядном виде. Трава зарастает, приходится при Марии организовывать уборку, но не всегда мы это все успеваем. Но было бы очень полезно и приятно, чтобы, когда вечером или какой-то день собираются дети с родителями, пусть делают небольшой такой субботничек, научат детей немножко к бережливым отношениям, к порядку. Вместе уберут это все. Это было бы приятно и для детей, и для взрослых. И потом, когда убираешь, не хочется уже пачкать это все, как говорится, правильно? Поэтому надо с людьми работать, воспитывать, чтобы они в этом отношении. Федор Федорович поступил звонок в студию. Будьте добры, наденьте наушники. Выслушаем нашего слушателя. Здравствуйте. Слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день, Федор Федорович. Да, здравствуйте. Мне бы очень хотелось спросить, почему у нас в улице Горького эта детская площадь отвратительно, очень в плохом состоянии, и везде мусор, туалета нету. С детьми пошли отдыхать, испачкались, горка, кюшлет, и вообще очень даже плохо там, качели вообще не было. Отпетьте на вопрос. Да, да, спасибо, вопрос. Как раз только что я об этом говорил, и был я там лично тоже на этом месте, да. И действительно, вот призываю всех, что, пожалуйста, убирайте за собой, когда этот участок, то, что по Горького, вот именно Диарник, пишущийся, когда его делали, его красила вся улица, женщины все красили. Там буквально месяц назад закончили покраску, люди своими руками красили. Порядок везде был очень красивый. Но вот, к сожалению, за месяц там превратили в мусоросвалку. Это наши же дети кушают семочки, кушают там, пьют воду, кушают другие закуски, которые имеют обертки, и все это выбрасывается. Да, к сожалению, это место еще не завершено. Качельки, да, они еще остались неизготовлены. Сейчас, я о чем говорю, это было партиципативное бюджетирование. Эти части, инициативная группа людей этой улицы написали проект, по которому сейчас изготавливают, они же по своему проекту, финансируются с примарией, изготавливаются эти качельки, они почти на стадии готовности, и они должны по этому проекту построить там небольшой туалет. Поэтому просто единственная просьба, подключитесь к этой инициативной группе, к этим людям и окажите им содействие, помогите им сделать тот туалет, который они обещали делать по этому принципуативному бюджетированию. Но самое главное, очень прошу всех жителей села, пожалуйста, бережно относитесь ко всему, что делается кругом, и учите этого детей. Конечно же, один человек, два человека не успеют за всем селом прибирать, пока мы каждый за собой не сможем или не будем убирать. Поэтому в этом отношении этот уголок, который мы хотели, чтобы он был показательным, красивым, он так и получился, он красивый, но из-за того, что мы не очень бережем, он может превратиться очень быстро в то состояние, с которого мы его вытащили. Поэтому убедительная просьба с детьми, поработайте так, чтобы они не ломали, не выбрасывали лишний мусор, и за собой каждый убирайте. Соберитесь в небольшие субботнички, приберитесь, уберите ту траву, все будет тогда у вас хорошо. Если ждать, кто-то придет сделать сегодня такой возможности, ни у кого нет, чтобы прийти за каждым, успеть убрать. Легче, знаете, где чисто и порядок, там, где не ссорят. А там, где убирать каждый день и после этого то же самое, это не выход с положения. Поэтому я вас очень хорошо понимаю, благодарен за вопрос, и давайте вместе будем содержать этот участок. Действительно, он создан для детей и в нужном месте, и в нужное время, и с нужными людьми. Спасибо большое. Федор Федорович, 4 километра, Вы сказали, протяженность села. Центральная дорога, она, по-моему, республиканского значения. Она республиканского значения. Был произведен ремонт в прошлом году, если я не ошибаюсь, довольно неплохой. Сейчас проехать проще, чем ранее. Скажите, пожалуйста, какова протяженность местных дорог и как расставляете приоритеты, на какой улице в первую очередь отремонтировать? У нас в селе 26 километров внутрисельских дорог. Из 26 километров практически мы уже сделали в белом варианте где-то около 23 километров. У нас осталось буквально единичные участки, которые пока еще не в белом варианте. Насколько эффективен этот метод, Федор Федорович, учитывая то, что ливни нередкие в этом году? Этот метод, он неэффективный абсолютно, неприемлемый даже. Но учитывая наши реалии, что скорая должна в любой дом подъехать, в любую погоду, в том числе и пожарная, не говоря о том, что люди должны иметь доступ к своим домам, потому что у каждого, у многих сейчас машины есть, Мы все-таки пришли к этому, что пока мы будем все-таки покрывать по возможности все участки дорог в твердом варианте покрытием. Да, дороги не совсем ровные, да, их дорога дожди смывает, да, мы опять их восстанавливаем, мы опять градируем, но другого варианта сейчас на сегодняшний день нет. Очень была плачевная в состоянии дорога по улице Садовой. По ней даже нельзя было пешком пройти, там яма на яме. В этом году, в прошлом году решением совета поставили приоритетом эту улицу. Значит, по той улице мы устанавливаем уже водоотводные лотки, потому что все беда наших улиц, особенно те, которые находятся на склоне, это отсутствие водоотвода, что приводит в итоге их размывание, практически, получается, овраги, а не улицы. Поэтому вот эта улица более-менее, скажем, будет в нормальном состоянии только тогда, когда мы установим там водоотводные лотки. И сейчас вот буквально неделю назад начались эти работы. Сейчас подрядная организация разрушает существующее покрытие, будет катковать его катком, потом остановит определенные слои щебня и, естественно, обустроится лотками этими. Естественно, каждый год местный совет принимает приоритеты по каким-то улицам. Комиссия проходит по селу, определяет более проблемные части или сами улицы, и они, как бы, решением совета ко мне попадают как план моей работы, который я должен решить за следующий год. Поэтому в этом году у нас, как бы, в приоритете это улица Садовая. Дальше, наверное, посмотрим, очень большая проблема есть по улице Школьной. Там мы построили новые тротуары, но в связи с тем, что дорога там не совсем хорошая, особенно, когда сильные дожди, затапливает газ, у нас начинаются, это машины заезжают немножко одним колесом на этот тротуар, что, конечно, крайне недопустимо. И думаю, что на следующий год вместе с местным советом, наверное, мы эту улицу оставим приоритете, тоже сделаем его таким же макаром белом варианте. Еще одна причина, почему мы остановились на таком вот временном состоянии дорог, это отсутствие канализации в селе. Если бы мы бы сейчас сделали бы, к примеру, даже имея большие деньги, сделали бы все дороги в асфальт, мы сейчас в основном брусчаткой их укрываем, то, представляете, через пару лет, если мы, допустим, ищем и найдем эту программу, которая нас будет финансировать по канализации, что будет, если мы будем новые дороги разрушать под канализацию. Поэтому вот этот самый большой тормоз... Важна поэтапность, выполнение работы. Поэтому мы пока мы столько делаем доступность дорог, исключая их идеальность, но доступность есть по-любому. Но кроме белого варианта вы еще и применяете брусчатку. Да, мы центрально, вот там, где есть такая возможность, где можно сделать дорогу канализацию, когда будем строить, не нарушая этого покрытия, мы идем смело. Вот мы сделали улицу Котовского полностью, с тротуарами, с очень современной красивой улицей получилась. Мы сделали уже практически в этом году, завершаем улицу Советская, и, получается, они две параллельные улицы в одном квартале, и весь квартал у нас получается как бы со всех по кольцу, брусчаткой. Оно очень симпатично смотрится, центр села, он должен быть центром села. Плюс к тому же мы построили очень большое количество тротуаров. У нас, в общем, практически в Тамайе уже около 10 километров, наверное, тротуаров всех соберется. Мы стараемся сделать так, чтобы, если дороги плохие, то хотя бы доступ был ко всем объектам социальным, по тротуарам, чтобы можно было удобно с коляской ходить. Поэтому есть еще где нужно построить тротуар, мы об этом знаем. Очень у нас проблемная улица Фрунзе, она тоже очень такая на склоне находится, крутая улица, там хотя бы, я думаю, что нужно в части этой улицы сделать тротуар, который бы соединил бы уже окончательно эту улицу с центром села по тротуару. Федор Федорович, в будущем наличие канализационной системы исключит проблему, связанную с неприятным запахом, от которого также страдают и жители Тамайе? Вы знаете, это самое, не просто запах, это даже без запаха, это самое, что вредноносное сегодня, это отсутствие канализации и наличие тех стоков, и всех-всех наших, скажем, сливов, которые есть в селе, это все, конечно же, нам сказывается по нашему здоровью. Очень больная тема, разрешение этой проблемы, наверное, требует мешательства, может быть, даже не только региональных, а может и нерегиональных, а только центральных властей. Это должна быть программа государственная, с привлечением каких-то иностранных инвестиций, чтобы мы могли одновременно решить этот вопрос по всем населенным. Но уже бьете тревогу. Мы эту тревогу бьем давно, мы уже проект изготовили, там говорили, сделайте проект, после этого мы будем вам что-то предлагать. Мы уже год назад проект сделали собственными средствами, около 200 тысяч потратили на этот проект, но, к сожалению, инвесторов пока таких никто не объявляет. Сколько средств необходимо на реализацию этого проекта? Да, по расчетам 42 миллиона леев будет стоить вся канализация вместе с очистными сооружениями и четырьмя насосными перекачивающими станции. Какой процент из этой суммы Примария готова взять на себя? Ну, вы знаете, Примария много-то не сможет брать на себя. Может быть, ерунда, что мы сможем с нашим бюджетом, это рядом с 42 миллионами, мы даже миллион не сможем дать. Может быть, я знаю, до 1300, может, полмиллиона мы сможем наскрести, а все остальное, это нереально. Это нереально. И при годовом бюджете 9 миллионов, 42 миллиона, вы представляете, это значит, остановить намертво всю жизнь на 5 лет. Это очень большие суммы, нереально. Большие суммы. Принимаем очередной звонок, наденьте наушники, Федор Федорович. Здравствуйте. Слушаем вас, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте, добрый день. Федор Федорович, вижу, как раз включила телевизор, и слушаю вас насчет... Пожалуйста, вопрос. Ага. Насчет дорог. Дубинина в 8 лет был до Догу. Писала, чтобы поставили бодер, чтобы вода с трех сторон заходит не в дом. По Дубинина. Вейна, Дубино, угловой дом. А где это? У нас улицы Дубинина в Тамайе нет. Вы про Тамай говорите? Вы про Тамай? У нас уже два раза, три написала. Вы про Тамай говорите или про Камрад? Да. Дорогу подняли. Это улица назвала селерия. Скажите, речь о каком населенном пункте? Камрад. Спасибо. У нас в студии глава села Тамай, Федор Федорович Топчу. Я не смогу вам на этот вопрос ответить, к сожалению. Уже, как говорится, местным властям обратитесь, пожалуйста. Спасибо. Немного не по адресу вопрос, но ничего страшного. Федор Федорович, в завершении нашей программы. Ваше обращение к жителям вашего населенного пункта. Да. Уже как бы обращаясь, я уже об этом и говорил. Я, прежде всего, очень благодарен нашим жителям села за их понимание, за то, что они меня поддерживают во всем. И, конечно же, опять обращаюсь ко всем, особенно в этот год, когда столько много дождей, травы очень много. Мы реально не успеваем. У нас всего два человека, которые занимаются этими вопросами. Пожалуйста, возле своих домов, соседних домов, где никто не живет, может быть, соберитесь, пожалуйста, улицами. Наведите такой порядок. Как село наше красивое, оно должно всегда быть на высоте. Поэтому у меня очень большая просьба. Давайте мы всем миром. Самая большая проблема у нас – это кладбище. Очень прошу, в следующую субботу организую субботник. Все неравнодушных и патриотов, и не патриотов, кто имеет там или не имеет отношения к кладбищу. Прошу всех, выходите косами, вилами, топорами. Что имеете под рукой, нам нужно убрать эту траву. Она, если высохнет, это прецедент большого пожара. Там реально не осилит, 5-10 человек не осилят. Давайте мы следующую субботу посетим нашему кладбищу. Спасибо вам всем за внимание. И, конечно же, жду от вас новых предложений. Спасибо, Федор Федорович. Я вас благодарю за участие в нашей программе, за ответы на наши вопросы нашим радиослушателям и телезрителям. Желаем всего доброго и благодарим за то, что были с нами это время. Спасибо.